Фермер поставил себе фото мишки? Сэээм, хай! С вами Йоджин, и сегодня мы, наконец-таки, с вами по многочисленнейшим просьбам играем в длинную утку! Наслышан я, что обновления в этой игре произошли. Ой, какие сильные обновления. И сегодня мы с вами зачекаем новые испытания, которые здесь... Архиварис фигня. Блин, я лично ждал добычи третьей части. Давайте кочевника, пожалуй, выберем. Почему бы и нет? Почему бы не покочевать? Итак, мы приступаем к новому циклу... Сейчас назвать испытания. Мужик кочует и ночует. Ладно, достаточно. Это, получается, какой будет уже выпуск по счету LockDark? 98-й, 97-й, я не помню. В общем, скоро юбилей будет, сотый выпуск. Лет так через 12, когда я снова в эту игру зайду. Фермерский дом. Нам нужно здесь выжить 3 дня? Проведите по 3 дней в каждом месте, отмеченном в журнале. Погодите. Так, администрация турбазы. Домик зверолова. Дом лесника. Верхняя плотина. И вот, как назло, фермерский дом не надо жить. Надо оттуда свалить. Я вижу, как игра пытается меня просто поиметь. Кинуть через жопу. Первым стоит администрация турбаза. Это далеко отсюда. Мы пойдем сначала в амбар. Нет. Даже не так. Мы пойдем в заброшенный... Нет. Мы в блок радиоуправления пойдем. Короче, сначала двигаемся в блок радиоуправления. Но в первую очередь... Как-то неэпично сказал. Лут. В лут. В лут. Я выгляжу очень даже симпатично. В моем инвентаре лежит целая куча барахла. Обезболивающее. Антибиотики. Антисептики. Хавка, повязки даже есть Стандартный набор кочевника Книжку берем, будем сжигать Я уже забыл, как темно здесь бывает Патроны для револьвера Вот оно, обновление, которое просто В роже нам кинулось Револьвер появился в игре Теперь надо его просто найти Свинина с фасолью Игра знает, что мне придется туго Мне нужно все это взять Вообще, все это нужно обязательно взять Пустая банка брать Котелок брать Надену на голову Я смогу отбиваться от медведя Ну вы поняли, да, ребят Я сейчас, конечно же, буду ходить Полным, набитым под завязку Так что я буду ползти еле-еле Максимально усложню себе жизнь Полным, полным Максимально полным В шкафу... Пуста. Во всех шкафах, наверное, будет по минимуму, да, как обычно? Чёртовы бедные семьи, зачем я захожу в такие дома? Надо какую-нибудь виллу искать. Топлива, это здорово. Банка сардин не пройдёт мимо меня. Это стол и записка. Прочесть. Bread is about two parts floor to one part water. Я не понимаю французский, поэтому мне это неинтересно. Есть только один язык, на котором я говорю в совершенстве. Это немецкий. Я не знаю, что я говорю в совершенстве. Я не знаю, что я говорю в совершенстве. О, свежая банка с гощенкой. Харсики. 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 Всю воду из сортиры выпить. О, аптечку чуть не забыл. Как я скучал по твоим комментариям, мужик. Они бесполезны. Смотрите, мы всё ещё так хорошо ходим. В нас полно места. Варежки. Да-да-да-да-да. Варежки надо одеть на варежки. Нельзя. А это что такое? Увеличительные стёкла. Брать. Брать ни в коем случае не дать ему лежать. А вот и кабинет. В кабинете должно быть всё, что нам нужно. Давайте вспоминать, где мы находили ружьё. В доме Зверолова. В доме Зверолова, кстати, нам туда надо. Элегантный шарфик. Думаю, надо всех-всех... Я просто обосрусь сейчас все стены в этом доме. Фермер поставил себе фото мишки. Это просто плевок мне в лицо. Я сожгу тебя. На тебе. Ай, обжёгся. Короче, теперь я не испытываю угрызения совести. Потому что такой тварь только и надо грабить. Грабьте, тварь. Видите, тварь, грабьте. Флисовые варежки забрать, продать по дешёвке. Пофиг, что это его сына. Пофиг, что он замёрзнет. Кайфуй от воровства, кайфуй. Молодец. Книга забрать. Эти люди, эти твари, предатели, которые живут здесь, не просто смеются мне в лицо и тыкают своими знаниями. Мол, они такие образованы, у них книги повсюду. Порвать полотенце в гневе. Смотрите, тут ещё есть комодик с приличным свитшотом. Я люблю приличные вещички, быстро их носить. А вот это очень плохой свитшот, он неприличный. Абсолютно неприличный. Одеваем футболку. Да когда же этот дом кончится уже? Радио работает? Вы смотрите радио Псих-ФМ. Если вы его смотрите, то вы точно псих. Псих-ФМ. Хорошее радио. Что у нас тут? Пусто. Как и в моей душе. Здесь необычайно много кровати. Сколько людей живёт в этой семье? Но это не так парит меня, как фотографии гмишки. Ух, вы собрали всё, что могли. В доме. Но остался ещё подвальчик. Мне кажется, что слишком темно становится. Ладно. Нет, 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 нет. Оставаться здесь тупо. Только время тратить. Покинуть фермерский дом. А, да ещё светло. Вы посмотрите. А фермер на месте не стоит. Он даже небольшую беседку тут замутил. Они шашлыки фигачат, да? Он был здесь недавно. Ибо газировка стоит. Ещё тёплая. Вот этого тоже здесь не было, я не припомню. И вот этой тележки здесь не было. Собачья будка? Не было. Или была, я не помню. Ну что, было интригующе? Не было. Заходим в подвал. Ой, у меня с подвалами особые тёплые воспоминания. Звучало странно. Я имею в виду, что я, ну... Вы знаете, да, я люблю фильм «Зловещие мертвецы». И там просто подвал играет большую роль. Вот, что я имею в виду. Нам очень срочно надо включить спычку. А может, всё-таки я зря спустился. Давайте. Давайте пойдём наверх. Пойдём наверх и просто поспим по-нормальному. Да, просто гава спать. Канистра с горючим. Вот видите, я бы даже не спалил это. А тут поношенная клетчатая рубашка горючая. А нет, а нет, а нет. Нихрена не видно. Но ведь у меня же есть... Да, у меня есть спальник. Давай. А, ты профессиональный кочевник. Шесть часов. Сон. Вы проснулись полностью отдохнув. Вот так бы в реальной жизни. В реальной жизни я не просыпаюсь полностью отдохнувшим. Ой, боже мой, только полночи прошло. Ну, говно, ну, говно. Сейчас буду просто стоять, как абсолютный дебил. И смотреть на спальный мешок свой. Что это за звуки? Я типа что стою, просто читаю книжки всякие. Ты не должен их читать. Их обжать. Выходим. Ах, дивный мир какой. Кто там ходит? Волк. Их двое. Трое. Ой, они подобрались слишком близко. Я думаю, возьмем один камень. Пусть будет с собой. На всякий случай. Все может быть. Я смогу хоть что-то сделать, если у меня будет в руке камень. Пообщаться с ним, например, если станет очень скучно. Итак, здесь металлический контейнер. И спички я вот видел. Пусто. А здесь спички. Где здесь спички? Книга. Очень много книг. Они продолжают, продолжают просто выпендриваться передо мной. А сушилки по-любому... Худи, да, отличные шерстяные носки. Ой, риск растяжения... С чего это у меня вдруг риск растяжения? Я ненавижу эту игру. Почему? Ладно, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Очень и очень хреновые вещи. Ну-ка, а мы можем что-то уже сделать? Плащ из лосиной шкуры, лося добавили Я хочу увидеть лося Ну смотрите, вот это все очень хорошо И мне придется убить двух кроликов Минимум Вот это интересно, самодельный головной платок Который дает плюс один градус к теплу Круть, давайте сделаем Порвем на себе трусы И скрафтим себе повязку для головы Ах, посмотрите, какой красивый я Теперь-то мы точно осмотрели все и пора валить Но мы не уйдем без гвоздодера Думаю, я тебя не увижу, говнюк Ах, ты говнючочек И качественный инструмент, а, спрятали за ящиком, да? Да, ребят Путешествие начинается Путешествие длиной в жизнь Именно столько я буду играть в эту игру Всю жизнь Когда я расскажу внукам, что разорвал трусы и напялил их на голову Они поймут, что это для того, чтобы выжить в Лонгдарк А, кстати, карты местности-то у меня нету Есть только мир Вот, значит, как он выглядит, да? Молчегора, отрадная долина Да, мы находимся с вами не в отрадной долине Нет, мы в ней находимся Кстати говоря, да, очень много всяких новых мест появилось Когда мы закончим это испытание Мы пойдем в свободное плавание И будем просто играть в Лонгдарк В прошлый раз, когда у нас был, помните, такой длинный забег Мы прожили, сколько, 76 дней, 78 дней, не помню Прежде чем тупо подохли Вон она, вышка По ощущению, минус 20 Я вот думаю, а как нам сюда забраться? Возможно, здесь есть какой-то трос Так, есть здесь почта или нет? Просто интересно, кто доставляет такую посылку? Или это... Фермер был должен бандитам, я понял Он задолжал мафии Огромную сумму денег Они просто намек ему послали Это предупреждение было Я бы очень не хотел столкнуться с этой мафией Есть, 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 есть трос Секунду Тут еще и пещерка рядом Надо заглянуть, надо заглянуть Не могу не заглянуть Хотя я знаю, что мы торопимся Но зато я могу там согреться, если что Если вдруг что, мы там согреемся, бэренька А пока шиповника набираем И, разумеется, грибов на два пня наберем Ванька, смотри, я грибов на два пня набрал Ты каждый раз будешь об этом мне говорить, Федя? Ну, конечно, ведь это весело и здорово А знаешь, что я нашел? Что? Револьвер Есть кто в пещере? Вот еще ни разу пока не видел медведя в пещерах Хотя это пещера медведя Просто это, будьте медведем, я бы оскорбился Разработчики просто расисты Что, если медведь, значит, обязательно в берлоге живет? Может быть, он живет в доме? Фермерский дом, это дом гмишки Так вот, что он бесился постоянно, что я там живу Он поэтому меня терроризировал Мол, свали отсюда, женек А я такой, нет Я тут, уходи Это как сказка про теремок, только наоборот Става, у меня есть риск, что я лодыжку подверну Но она мне особо недорога, поэтому идем Из всех частей тела лодыжка самая бед... Ааа, прости, лодыжка Аа, прости, лодыжка, я не хотел говорить про тебя гадостей Я люблю тебя больше всех Вот когда ты начала болеть, я стал любить тебя очень сильно И очень хочу, чтобы ты поправилась Я желаю тебе всего наилучшего, лодыжка Пожалуйста Просто пожалуйста Ааа, нет Запястье, я забыл про тебя Пока делал комплименты лодыжке Ааа, лодыжка и запястье Люблю вас обеих Ааа, вывих лодыжки Вторая, я забыл про вторую лодыжку У меня же их две Надо уделять внимание каждой части своего тела Да блин Я люблю вас всех Мои, мои куски тела Не надо больше ломаться Я желаю вам только самого наилучшего Я зайду на вышку и посплю там И скоро я вас донесу туда Или вы меня Лучше, чтобы вы меня донесли Хотите, чтобы хорошо было Да и носите меня до, блин Вышки, сволочи Теперь я буду идти, весь лес наполнится моими причтаниями Ааа, как больно Ааа, как тяжело Аааа Я знаю, что надо сделать, чтобы было хорошо идти туда Мы пойдем туда под красивую дорезку Нет, все-таки не помогает Эти звуки боли портят весь кайф Будем идти и страдать Мох Это то, что нужно Отклониться от курса Приоритет, это мох Подбираем старый висящий мох И идем к вышке Ой, что это? А это что за фигня? Дорога? Они теперь сделали дорогу То есть я мог просто идти по комфортабельной дороге, да? Ааа Господи, сколько боли Сколько страданий Кстати, у меня всего лишь Ой, ё-моё Страдаете от боли Поэтому ваше зрение и самочувствие ухудшились Боль 1, боль 2, боль 3 Я испытал все боли И все 3 из 3 Как нам сюда попасть? Почему нету? Где дырка? Зайдем в дырку Здесь можно будет хавать Домой Домой, домой, домой Что-нибудь здесь тут есть и нет Ааа Хорошо, вошли Выжили А вот, собственно, оно и есть Да? Это то, что нам нужно Блок радиоуправления Отлично 3 дня здесь придется тусить Давайте сначала пошарим, разумеется Книга Ооо, револьвер Just what I need Такой сразу крутой стал И, кстати, у меня теперь есть патрончики для него Взять Взять в руку Ооо, да Интересно Тут можно будет сыграть в русскую рулетку? Набор для чистки огнестрельного оружия Да, детка Очень много жратвы нашли Патроны для ружья Это что? Это прям для ружья Так и было написано, вообще-то Тупой, Евгений Главное, ничего не упустить Я знаю, патроны могут валяться Вот прям Вот Ружейный патрон Слушайте, нельзя доверять этой игре Она всегда прячет патроны Кто вот этот человек ходит и разбрасывает чертовы патроны? Мафия Они оставляют мне послание Мне оно, блин, не нравится Что это такое? Обувь Какая прикольная Как раз напяли сейчас через боль на свою Расхреначенную лодыжку Ой, как здорово Ой, как здорово Припасы навечно О, шкафчик еще Есть Забрать И патроны для револьвера Еще повязка Блин О, отлично Аварийный фонарь Еще патроны Игра знала, что я пойду именно сюда, да? Она просто меня закидывает добром Матроски О, прикольно Прикольненько И еще закрытые шкафчики На этом не проблема Особенно вот с этими перчатками будет удобно стрелять из револьвера Ружейный патрон Еще Еще рабочие перчатки Мы наденем рабочие перчатки на рабочие перчатки И будет прекрасно Если нам, конечно, даст это сделать игра Шприц первой помощи Кажется, жизнь налаживается Да, мы немножко покоцались опять сами по своей собственной глупости Но мы об этом, конечно же, думать не будем Возьмем вот эти носки И оденем В жопу вас Ой, как много таких перчаток Давайте подумаем, какие из них лучше Ветроустойкости Ветроустойкость? Ветростойкость Непродуваемость, вот Лучше Непромокаемость Да, стойкость, точнее Вот где я перепутал Лыжные перчатки гораздо лучше Ха Очень угарно выгляжу Потом Что мы можем сюда напялить? Носить, конечно же Я думаю, самое время пойти Немножко потренироваться с пестиком Но я не дурак Если вы могли подумать Я не буду стрелять Я буду просто смотреть, как это целится Вот В принципе, как в обычном тире С обычным пистолетом Я умею стрелять Если вы не знали Я, как правило, стреляю просто вот так Настолько я хорошо стреляю И вот так Потом я отстреливаю себе Свой старый везящий мох Хорошо В принципе, работает так же, как и любое оружие Такой Ха Кто идет? Мишка Бэм Теперь мне осталось всего лишь Что навсего прожить здесь 3 дня Проживать 3 дня Ничего не делая В этом я мастер О, смотрите Лечится Хилится все Вы проснулись полностью отдохнув Твою же мать Я немножко отдохнул У меня есть идея Нельзя просто здесь стоять И ничего не делать Ждать 3 дня Мы просто израсходуем все ресурсы И ничего не добьемся Ведь в моей голове созрел Отличнейший план Который позволит мне Улучшить свою продуктивность Господи Как я повзрослел Как я поумнел Я забыл, что я хотел сделать Черт И на этом с вами мы заканчиваем Очередной выпуск The Lonely Dark Я надеюсь, что вам понравилось Ребята Если понравилось И вы давно прям ждали Видео по этой игре И вы очень рады Что вот оно наконец-таки вышло То ставьте лайк Подписывайтесь на канал Вступайте в группу в ВК Не забывайте про колокольчик Чтобы не пропускать нового видео Ну а мы с вами прощаемся Все ссылки на мои Все соцсети будут в описании С вами был Юджин И все Поч